Дачники и огородники Сея Руси, приветствую вас на своем канале Васильевич на даче. Наступили очередные выходные, смена локации, так сказать, города на деревню. Приехал, погода отвратительная, идет настоящий дождь. Хочу вам показать небольшой кусочек своей деревни, рассказать о основных артериях, которые жизненно необходимы здесь. Так что смотрите, буду говорить. Деревню на две части разделяет речка. Иду к центру деревни. Приехали электрики. Сейчас будут запиливать, чтобы не было внезапных отключений. Хотя они всегда есть. Будут заниматься. Две машины. Это круто. Окультуривание речки. Ого. Ого. К магазину тянутся местные жители. Место встречи, как всегда, неизменное. Дорога чистая, посыпана. Транспорт ходит регулярно. А мы подошли к зданию медпункта. Вот в этом здании, в данный момент, располагается медпункт. Я думаю, что, если потребуется какая-то срочная помощь, тут вряд ли кто справится с этой проблемой. Оно обычно, как и бывает. Бинты, зеленка, йод. Нужны свои. Вот, ребята, нахожусь в самом центре деревни. Деревня не заброшенная. Останутка присутствует. Транспорт ходит регулярно. Так что добраться сюда вполне возможно и не составляет никаких проблем. Вот это здание, бывшая деревенская баня. Потом в ней располагался магазин. Потом планировалось подцех какой-то молочки, разлива воды. Но ничего не пошло. И, соответственно, даже тот забор, которым огораживал частник, его убрали. Так, с другой стороны находится вот это вот большое двухэтажное здание. Раньше это была контора. В ней располагалась директор совхоза. Строительные какие-то бригады, прорабы. В общем, сердце совхоза, так сказать, сидели люди. Расписывали бумажки, давали указания. Сейчас тупо это превращено в магазин. Магазин частный. Вот витрина сельского магазина. Полное изобилие. Пиво, соки, горячительные напитки. Колбасу. Колбаса обязательно, да. Молочка. Да, молочка тоже. Все хорошо. Ну, насчет колбас, да. Вы врубал шой. Мороженое. В зиму очень хорошо. Здравствуйте, Наталья. Снимайте меня. А вы зачем пришли? Мы за водку. А вы за чем? А мы за лимонадом. Пчелку вижу. Да, да, да. Привет, маме. Хорошо. Вступай всем. Да. Ребята опять поменял место локации, из деревни удрал в город. По пути как ехал, заехал в магазин и купил себе чудесную пилу. Почему я раньше был грустный и унылый? Потому что у меня не было вот такой пилы. А теперь я сразу начну добрить, веселить. Так что давайте, ребята, больше отдыхать.